добрый день давайте возьмем сегодня тему работа со страхами я сразу же попрошу извините то что я не включаю видео а буду делать просто такую запись без видео работа со страхами ну давайте сначала вот о чем какие бывают страхи и почему они так страшны да страшны страхи тем друзья мои что они не дают нам что-то сделать из того что мы могли бы сделать вот почему со страхами нужно работать а какие бывают страхи ну вот кто-то собирается там открыть открыть предположим свой бизнес чего он боится боится там вдруг не получится вдруг клиенты не наберутся вдруг продажи не пойдут а я вот тут и время потратил может быть и деньги не все здесь кстати говоря виды бизнеса можно начинать с деньгами смотря как перед этим сформулировать свою цель я могу привести несколько примеров моей работы с клиентами когда они начинали бизнес без денег и это никакой там не совсем не тот настоящий бизнес бизнес ну один вид бизнеса был по натяжным потолкам другой вид бизнеса был по ну когда квартиру очень красиво дизайн интерьеров вот вам пожалуйста два вида бизнеса которые не потребовали никаких вложений это совершенно самостоятельный бизнес причем был уже очень развитый бизнес потом пошло очень большое развитие в том бизнесе и в другом если вы еще скажете по бизнес по дизайну интерьера в принципе как бы предположение можно делать без вложения денег а как же делать и бизнес по натяжным потолкам и тут же материалы натяжные потолки и так далее оказывается можно смотря как сформулируете цель конечно я предложила ее сформулировать таким образом чтобы это получилось у клиентки но сейчас мы пока бы продолжаем астраха говори астраха значит вот боюсь свой бизнес начать боюсь что я вот вложу деньги а откуда появятся клиенты как они пойдут тут некоторые сразу же вот уже там пишут да нужно мыслить позитивно вот слушал одного очень умного тренера кстати действительно очень умного который сказал еще мыслить позитивно это вещь такая знаете как вот он говорит так вот мышечка спрятала глазки закрыла и тут нету кота тут нету кота все сейчас будет хорошо а кот рядом стоит и уже облизывается а он мыслит позитивно мышка скорее всего правильно мыслить нужно знаете как правильно адекватно разобрать все свои варианты быть ко всему готовому вот тогда уже можно выбирать как бы из этого что если тут подстрахован так сказать что такое подстрахован а обезопасил себя от страха правильно обезопасить себя от какого-то страх от какой-то опасности вот что есть подстраховался если я например что еще там сделал кроме того что мы обезопасил себя от страха но когда обезопасил то уже начну мыслить позитивно потому что уже она меня ведет что я вот это сделаю вот так а вот это сделаю вот так строй мысль пошел к позитивному. Понятно? Так, хорошо. Так, поставили плюсики. Теперь вот какой момент. Значит, а чего еще люди боятся? А очень часто, что люди боятся просто совершать какие-то... Понимаете, они боятся чувствовать себя полноценными. Вот что я вам скажу. То есть сейчас я перехожу вот к этим видам страха, который называется. Боюсь там каких-то мнений о себе, боюсь осуждения, боюсь, что я там нарушу чей-то покой, чересчур деликатный, я истеснительный, понимаете ли. Поэтому я не могу обратиться. Я боюсь какого-то отказа и так далее. Вот важно поработать с этими страхами. Сегодня у меня такое 10-минутное выступление. Вот в рамках 10-минутного мы и поработаем. Важно это. Важно это поработать с этими страхами. То есть обезопасить себя. Так сказать, подстраховать. Вот есть вариант и один такой. То есть одна техника, она такая. Послушайте, когда мы боимся допустим, что-то предпринять, боимся каких-то осуждений, я вам скажу вот какую вещь. Мы отождествляем себя. мы себя отождествляем, во-первых. Или идентифицируем, или самоопределяем себя. Вот с этим боящимся. Вот как бы мы живем в шкуре боящегося. Если попробовать отсоединить себя от этой шкуры, вот отсоединить, растождествить себя от боящегося, значит найти себе другую характеристику. Например, я смелый волк. Волк что делает? Он добывает. Вот найти какой-то вот такой образ. То тогда очень немногое получится, потому что произойдет отсоединение от страха. Разъединение с ним. Другой образ обретается. Обретается образ, ну вот это кто-то предложил и очень хорошо. Там вот я, да, я волк, я смелый волк. Волк всегда охотник. Волк всегда инициативен. Волк всегда лежит в засаде до нужного момента. Он чует, как поступить, когда начать охоту, как правильно ее сделать. Его движения верны, точны, сильны. Победа за ним. Есть еще один важный момент. Важный момент человека не боящегося, скажем, подстрахованного. Вот вам еще характеристика, что такое не боящийся. Так вот, для того, чтобы быть подстрахованным или не боящимся, нужно еще вот что сделать. Нужно активизировать собственную активность. Вот что нужно сделать. Сейчас я вам скажу, что это такое. Активизировать собственную активность. Активность даже с точки зрения мыслительную. Сделаем это или так. Вот что мы для этого сделаем, короче говоря. Сделаем мы для этого домашнее задание. Вот я вам даю домашнее задание. Написать, что я боюсь. Далее. Продумать активным своим умом варианты. Сначала негативные, то есть раз я боюсь, то а вдруг получится вот так, а вдруг получится вот так негативные. А затем сказать, я растождествляю себя с образом боящегося, становлюсь вот этим смелым волком-охотником, он самостоятелен, в нем самостоятельная активность. Он продумывает наилучший вариант своей охоты, ему нужно победить, ему нужно добычу добыть и насытиться ею, и стать радостным и удовлетворенным. Вот что волк мыслит? Вот смелый волк, что он мыслит? У него мгновенно разница вариантов. Представляете, если он, допустим, за зайцем охотится, он же не знает, куда тот сейчас заяц, в эту сторону, в эту. У него множество вариантов, у него даже есть вариант, что заяц сейчас в яму какую-нибудь упал, и волк его оттуда не достанет. Он может даже это, тогда он уже, а что я тогда предприму? У него домашнее задание вот так. Чего я боюсь? А что я вообще в принципе-то хочу? Вот если я хочу что-то, но я боюсь. Вот на этом пути к моей мечте, к моей цели есть что-то такое, чего я боюсь. Чем я могу себя, во-первых, подстраховать домашнее задание? Второе, от какой шкуры я отсоединяюсь, раз отсоединился и стал смелым волком, какие шаги я продумываю? Когда вы продумываете вариант вот движения к победе как волк, к цели, к добыче, к насыщению, удовлетворению своему, вот это будет пробуждением позитивного мышления и избавлением от страхов. И так выполняем домашнее задание. Два вида написали сначала свою цель, написали свои страхи, оттождествили себя с этой шкуры и ее выбросили, представили, что вы бесстрашный добытчик волк, который всегда сыт, всегда доволен, он уже матерый, успешный такой, понимаете, он уже вожак, он уже других может обучить, как это делать. Вот распишите себе, что вы сделаете, то есть варианты движения к вашей цели вот в этом состоянии волка. И вы поймете, насколько вы осмелели, приобрели уверенность, и мы продолжим работу в следующий раз. Пока выполняем домашние задания. Спасибо. Продолжение следует...